Всем привет, друзья, с вами Виталий Буц и рубрика No Mercy Radio News, в которой я, по крайней мере раз в неделю, стараюсь рассказывать о том, что происходит на российской и мировой тяжелой сцене. Ну или по крайней мере о том, что я успел послушать и что успело попасть мне на глаза. Клип на песню Nump от Linkin Park перевалил за миллиарды просмотров на ютюбе. Это круто, это большая цифра, я где-то прочитал забавные комментарии на эту тему. Если бы можно было почитать просмотры на MTV в нулевые, там бы давно уже за 2 миллиарда перевалило. А если учесть домашние просмотры в Ави, то за сколько перевалило бы? Кстати, клип этот был закачан на ютюб весной того самого 2007 года. Давайте немного поностальгируем и вспомним это видео. В прошлом выпуске я уже говорил о новом сингле своей группы в себе, совместно с Лёхой Джигурдой с группой Тренд. Но в этот раз скажу о нём снова, потому что мы сняли клип на этот трек, в котором сидим за стареньким ноутом, смотрим любимые клипы любимых групп, так называемых 2007-х, и поём вместе с ними. Пойми уже всё, что нужно знать дрожью по коже. А ещё в этом видео засветился мой котейка Джереми. Кто не видел, ссылка на клип будет в описании ролика. Посмотрите, напишите какой-нибудь комментарий, мне будет приятно. Ижевская группа Эльдес Гарден, по-моему, я как-то рассказывал о них в одном из выпусков дневника Имкорщика, выпустили альбомчик, состоящий из пяти треков. У него забавная обложка и более чем годный материал, советую заценить. Мы ищем спасение в дом, покидая свои дорога, в которых тот сестный житель будет вид завсегда. В прошлом выпуске я рассказывал о синглах с клипчиками от них от группы Архитекс. А 9 ноября, на следующий день после моего дня рождения, они выложили, наконец, и сам альбомчик Holy Hell, состоящий из 11 треков. Кто-то говорит, что альбом великолепен, я тоже считаю, что он неплох. Кто-то обвиняет группу в самокопировании, как пластинка вам? Пишите в комментарии. Ну и давайте скажем об альбоме под названием Mind Darknet украинской группы Space of Variations. В альбоме 10 треков, он англоязычный, как только он вышел, я со всех сторон начал видеть и слышать восторженные комментарии об этом релизе. И действительно материал на пластинке качественный и вообще весьма достойный. Те, кто любит такого рода метальчик, с таким низким плотным скримчиком, заценят. Напоминаю, что в описании будет ссылочка на новый клип моей группы, если вы перейдете по ней, то мне будет приятно. Я специально выложил его в свой день рождения и в этот день его сразу репостнул к себе Дима Доплер из группы Линия, чем тоже сделал мне приятно, спасибо. Ну и напоминаю, что в себе будет концерт в честь 11-летия группы, пройдет он 25 ноября в московском клубе Мьюз. Планируется большая программа, сюрпризы и специальные гости из других групп. Кстати, тот же самый Дима Доплер у себя на фейсбуке написал, что тоже планирует туда зайти. А вход будет всего лишь от 200 рублей. Если же возвращаться к новостям, пишите в комментарии, о чем еще стоило бы рассказать, а я забыл. До новых встреч. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Будем благодарны, если подпишетесь на канал, нажмете на колокольчик или расскажете об этом ролике на одной из своих страниц в соцсетях. Ну и ссылка, по которой нас можно поддержать рублем, также в описании. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok